В преддверии дня рождения духовного лидера казахского народа, основателя казахского языкознания и реформатора национальной письменности Ахмеда Байтурсынова 5 сентября, по всему Восточному Казахстану был подведен месячник Тельдер Щеруэ. При организации Управления по развитию языков Восточно-Казахстанской области месячник Тельдер Щеруэ по традиции проводится ежегодно. В этом году мероприятия были приурочены к 30-летию независимости страны и организованы с 3 августа по 3 сентября. Об этом было сказано в ходе брифинга в региональной службе коммуникации Восточно-Казахстанской области. Цель месячника – реализация государственной языковой политики, развитие государственного языка. Был утвержден план мероприятий месячника, проведен месячник правильной рекламы, челлендж-акция по чтению казахской книги «Красивая мысль, красивый язык среди молодежи в рамках 30-летия независимости». Онлайн-акция чтецов, посвященная к 175-летию Жамбула Жабаева, проведение недели представителей других национальностей, дни открытых дверей в этнокультурных объединениях при домах дружбы. В целом в ходе месячника по области было проведено 201 мероприятие, в том числе в оффлайн-формате 70, в связи с карантинными ограничениями в оффлайн-формате 131. В оффлайн-формате приняли участие 1164 человек, в онлайн-формате 29 566 человек. В этом месяце у нас прошло уже две встречи изучения государственного языка по современным методам технологии изучения, называется на угле, это изучение государственного языка. Во всех домах дружбы есть кружки, в которые человек абсолютно бесплатно может записаться и изучать государственный язык по современным технологиям. В рамках месячника были проведены мониторинги с целью оказания помощи предпринимателям по корректности написания рекламных текстов и визуальной информации. В результате охвачен 231 объект, оказана методическая помощь предпринимателям. Да, язык это главное достояние народа, и мы, конечно, поддерживаем политику Ельбасы и президента Касанджу Нарту Кемелевича. И последнее послание нашего президента тоже как раз было в многом затронуто темой языков. Да, поддерживая слова Раиля Александровича, чем больше языков ты знаешь, тем более богат твой мир, тем более ты конкурентоспособен. В завершении месячника за вклад в реализацию государственной языковой политики и сохранение межнационального единства ряд языковедов были награждены почетными грамотами и специальными подарками министра образования и науки Республики Казахстан, председателя комитета по языковой политике и заместителя Акима Восточно-Казахстанской области, а также Управления по развитию языков Восточно-Казахстанской области. Айнур Касым, телеканал Семей.